Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дома с левой Да Вот так Бесных Огний подвинься сюда Ваня, подвинься. Что пришлось Богу сделать после того, как Адаму с Евой согрешили? Из Геннадьев из Рая. Могли они вернуться обратно сами? Нет. Нет, а почему не могли? Потому что Рай был закрыт. Закрыт, Херуим стоял с вращающимся нахожусь. И они плакали возле Рая, понимая, что они потеряли. Но окончательно это их не было состояние? Или им Бог какую-то надежду дал? Дал. Что им Бог обещал? Руку поднимаем. Кто хочет отвечать, тот поднимает руку и отвечает. Что им Бог пообещал? Бог сказал Адаму, что он будет придти после лица своего и есть этот хлеб. Это надежда такая? Это скорее на наказание. Да, Полина. Он обещал, что потом родится сын его, и он его посылет, и он их возьмет с собой в Рай. Так, он их искупит на кресте, да, своей крестной смертью? Когда потом Христос ошел в ад, он проповедовал, и все ждавшие его, они вышли с ним вместе в Царствие Небесное. Быстро это случилось или долгий период прошел? Долгий. Долгий период. Сколько прошло? Сколько людей ждали? Где-то пять с половиной тысяч лет, да, Аништейн? Примерно. Такой долгий период. В течение одной жизни человеку не дождаться. Это далекие-далекие потомки. Наказание за грех выразилось в чем у этих людей, у Адама и Евы? Первый сын у них родился Хаин, да? Такое-то все последствия греха нашего. Или дети наши такие же, последствия греха. И первый сын рождается, и вот такой он злой, завистливый, он убивает своего брата. Мы сейчас подготовка к концерту. Да, у нас всего. Сегодня какая-то короткая, и нечистая. Часы неправые, да, идут? Те-то я кисела. А вы заметили, как тепло в храме? Ну, сейчас неправильно идут. Вот, дядя Володя, наверное. Почему? Правильно идут, правильно. Правильно, да? Да, только на счет. Я не иду, господи, за тепло. Слава Христа. Восемь часов, и где-то сутка. Нет, 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 нет. Да, тепло, хотя на улице мороз, да, а в храме, посмотрите, как тепло. Смотрю, Лера, даже кофту оставила на кровати, не идея. Так, сценку примерно прочитали, подготовились? Да, выучили. Это у нас ангел номер один, кто? Я. Ты тоже. Нет, ты не ангел, ты звезда. Да. Бог номер один. Ксюша, Ливия, два. Игения. Игения Афа, а где она? Почему-то на ней не шла. Ну, зачем она там? Чего там часы показывать-то? Ткнула, все, они сами прочитали, перевернули. Ну, кто вот сейчас над ними может командовать уже? Нет, я ей сразу говорила, заходи сюда на занятия, чтобы подготовиться. Там часы показывать вообще ничего не надо. Они сами себе переворачивают, сами знают. А то она вчера вечером зашла, бросила ее. Ну, там, потому что канон, там нечего тоже показывать. Канон, как бы, сложно показать, его же не написано. Так, звезда, ты первая выходишь. Вот она. Услышала. Так, первая начинает звезда. Начни. Ты выходишь, вот так вот, по центру встаешь, костюм звезды и говоришь. Я, Вифлеем... Тише, у нас одна репетиция. Запоминайте, кто когда отсюда выходит. Я, Вифлеемская звезда, пришла из космоса пустого. Там вечный мрак и холода. Все, молодец. Ты расскажешь. Главное, ты это говори. Не торопись. Вот я вас всегда прошу, ну, не торопитесь. Вот ты сейчас почти правильно начала. Еще можно медленнее. И так, знаешь, так. Солидно, да, ты звезда. Как будто, чтобы у тебя как будто эхо раздается в голосе. Я, Вифлеемская звезда, пришла из космоса пустого. Ну, как-то вот так. Придай самому голосу такой торжественности. Это вот эти вот там пастухи могут так попроще говорить, да? А звезда так звезда. Так, дальше. И когда ты говоришь свои слова, и чуть-чуть в стороночку отходишь. И ты как бы смотришь на Волг, первый Волг. О, этого не может быть. Нет. То есть надо тебе какой-то типа телескопа сделать, что ты смотришь в телескоп. Ну, какой-нибудь возьмем там. У нас есть это, азвата аппарата такая вот штука. Ты ее возьмешь. Мы ждали этой ночи долго. Ничто не может так светить. Ну, и вот ты говоришь, второй Волг. Тот, что ты говоришь. Да. Ты тут вот отсюда так раз. Это только сказала свою последнюю. И видишь, ты поделился. Ты так, тын-тын-тын. У тебя тут твоя обсерватория. Ты пришел к этому коллеге и говоришь, можешь так вот в очках прям лететь и такой. И говорит, ты видел яркую звезду? Можно даже, знаете, вам шапочку сделать. Это не как вот мы обычно волков что-то там в тряпке дадите. Нет, как шапку бакалавра, знаешь, черные такие. Бакалавр с кисточкой такие умные такой пришел. С указкой там что-нибудь, да? Ну, можно это обыграть. И сувениум? Может быть, ты там вот этот мудрец. У тебя, может быть, школа своя. Там мы ничего не знаем. Мы преподавали. Молодых-то ты же помрешь, а молодых-то надо выучить, как звезды считать. Сейчас все когда-нибудь помрут, поэтому надо под поколение выращивать. Так, ты видел яркую звезду, что предвещали древние писания? Спрашиваешь? Отвечает. Да, видел. Я вас только жду, чтобы разделить святое ликование. Можете даже обняться, что наконец-то мы дождались. Тише, святое ликование. Тут приходит третий Волф. Тоже умный такой. Можешь тоже очки одеть. Типа, а вы что еще, не собрались? Что так? Давайте собираться в путь. Пусть каждый... Агнецу... Агнецу сказать. Лучше для рифм. Агнецу святому возьмет в подарок что-нибудь. Тут вы говорите, что у вас этого нет. Вы просто говорите, я возьму, я возьму, я возьму. И уходите. Поняли? Все. Не буду я потом вот здесь буду стоять. Я не буду там. Теперь ты выходишь. Теперь все. Все. Прочитали. Вовремя выходите. Не без пауз, понятно? И без спешки. Вы говорите... Все. Я знаю, как вы любите читать. Ничего не понятно. Никто ничего не услышит. Особенно бабушки, которые глуховатые. Так. И они уходят, ты говоришь, звезда. Ушли они, далек их путь. Я их опережу немного. Хочу на поле я взглянуть, что выбрано по воле Бога. В общем, это ты говоришь. Ну, что я слышу. И вот теперь уже пастухи, будьте внимательны. Вы ушли, пастухи наготове стоят. Пастухи вы. Моя овца пасется тут. Что это? Это место. Первый. Первый пастух Иван. Второй пастух напишет нам место. Вы наоборот выучили. Ну ладно. Ты говоришь дальше. Нет, это не твоя овца. Ну. Ты выучил слова, нет? Выучишь, Еня. Слышит, расстраивающийся. У них здесь все по одной строчке. Один говорит, моя овца пасется тут. Ее я заверсту, увижу. Нет, это не твоя овца. Это моя. Что тут спорить? Можете овечку принести, как у меня? Сейчас я подалу отца. Эй, дети, хватит взорить. Третий пастух. Он отец. Отец, да. Он может приделать бороду. Он просто старенький, усох уже. Он пастух, старый пастух. Что все время молодые, да, Тарас? Тарас в бороду выйдет. Потепцы вовсе у нас. И что за свет? Глаза мне слепит. Ой, что за свет? И честь небес я слышу глаз. Все, вы выходите. И выходят, и вы, смотрите, вы сюда отходите в сторону. Не стойте, как стал бы, чтоб я вам мокрала. Вот так вот. Отойдите, вы меня не видите. То есть вот, вы говорите. Вот первый вышел, второй вышел, третий. Тарас выходит. Ну не спорьте, мои дети, общие у нас овцы. Все, можете о бороду погладить свою. И тут, когда тот говорит, о, и ты говоришь, я вижу. Ты говоришь, о, мне слепит глаз, взгляд, что-то. Ты вот сюда смотри, вот, на икону он там, видишь? А может быть на лапе? Тише, нет, ты говоришь, о, туда. Ваня, слушай, внимательно, без хихотиков. У нас нет времени, сейчас уже идти, мы до половины только дошли. Вы отходите в сторону сразу, потому что здесь должны выйти и их должны увидеть сидящие. Кого? Ангелов. Три ангела выйдут. Вот пусть будут две Полины и Акелина. Три ангела выйдут. Все, вы отойдите, Ваня, ты старший. Вы их отведите в сторонку, понятно? Если разболеешься, пусть не стартые слова зачитываются. И выходят ангелы, чтобы их видно было. То есть сместили сюда звезду совсем вот туда в угол и вышли. Теперь выходят ангелы. Я, здесь один ангел, как у нас, но чтобы их тоже роль дать, я потом под две строчки всем выпишу. Выходит ангел первый и говорит, меня не бойтесь, Божьи дети. Послал меня Господь сказать, отныне всем к нему взывавшим в Иисусе будет благодать. Дальше, например, Акелина говорит, в клеву его найдете спящим, идите в город Вифлеем и Полина, а по дороге говорите благую эту новость всем, кого увидите, спешите. Выучите жертву. Я напишу, конечно. Все. И вот на это что делает третий пастух? Давайте искренне мольбою. Давайте искренне мольбою пред Господь на начистину сердца. И все хором должны будете стыдать. Я не знаю, получится у вас хором хаша, если не получилось. Прости, можно распределить так же. Один говорит, прости, Господь, грехи мои. Мне с ними помоги расстаться. Первый, да? Первый говорит пастух, кто у нас есть? Потом Ваня, отныне в руки лишь твои, я полностью хочу отдаться. И затем вторая. Я в эту ночь поблагодарю тебя за Рождество Христова, за вечную любовь твою и за Божественное Слово. Вот, поняли? По две строчки они говорят, а последние четыре-три. Потому что оно предложено такое длинное. Запомнили? Все, слова у вас есть, сами дома распределите. Первый, второй, по две строчки, вот общая фраза. Все пастухи, а ты последние четыре. Я в эту ночь благодарю, ты говоришь. Все, и уходите, как сказали, ушли. Звезда опять, да? То есть, как только уходят, опять твои слова. Ну что ж, отправлюсь я к волхвам. Они уже далеко от дома, к дремучим подошли к лесам. Опять волхвы выходят после пастухов и после ангелов. Опять выходит и вы. Чтобы одолеть нелегкий путь, нам нужно где-то отдохнуть. Наль, вот эти вот сейчас вот запутаются. Ты бы их показала, когда им выходить конкретно, после какого слова. Не забуду. Все они запутаются. Вот, старшие будут их регулировать. Мы дома все это еще проводим. После кого они вообще-то не забудут. Первые звезда. Потом вышли волхвы. Волхвы ушли, выходят пастухи. К пастухам являются ангелы. Это понятно. После пастухов. Все ушли вместе с пастухами, с ангелами ушли. Опять выходят волхвы. Все. Ну, это в конце. Все, вы поговорили между собой о том, что нужно нам спешить. Ты прав. Ничто не должно мешать нашей цели. Идти пора уже давно. Мы тут довольно посидели. Все. Посидели и идете. Можно даже верблюдок вам достать. И вот вы как бы можете так топ-топ-топ-топ-топ. И выходит ира. Тыра, да? Да. Так вот. Тыра и говорит. Давай, иди сюда, выходи. Давай, иди отсюда. Красиво. Так, она захотела. Ты выходишь и встаешь, да. А вот тут перед тобой волхвы, чтобы иметься оплатила. Второй волхв говорит. Второй волхв. Думаю, певец у тебя, царь Иудея. Можно как-то поклониться. Я говорю. Скорю, за недорывы принесли, о чем пророк писал. О рождении, Ирод. Так, значит, царь земли рожден. И где сейчас находится спаситель? Ну ты так голос-то понизь. Так, значит, царь земли рожден. И где сейчас находится спаситель? Понимаешь, ты уже забеспокоилась. Ты царь. И тут еще какой-то царь. Так, так. Уже надо скорее деньги прятать. Уже все. Волнение. У тебя страх. Понимаешь, ты сердитая. Ты готова уже всех убить. Представляешь, Ирод послал там младенцев. Сколько перерезали? Много. Только за то, чтобы... Даже случайно, чтобы не остался он. Убили. Представляешь, послал воинов. То есть он и волхвов убил, но ему надо было выяснить, где, в каком городе. Понимаешь? Он злой. Ему ничего не стоит было и волхвов тут же. Понимаешь, все уже. Гнев кипит внутри. А где сейчас находится спаситель? Книжник. Кто книжник? Вы убили. Так, где два книжника? Выходите. Выходите. Я там картонку сделала, а пахала. Вы, слуги, сзади стоите. Слуги. Сзади. Вы вот так вот. Вы как бы вот так вот, понимаешь? А эти перед тобой, вот вы теперь. С ними беседуешь. Но пол оборотов зритель, вы что-то видели. Но не так. Издалека стоят и машут. Так, книжник. Ну, где сейчас находится спаситель? Книжник, говорит. Мы знаем. Мы приедем. Туда сейчас же вы идите. За вами след пойду и я. Коль мне укажете дорогу. И я хочу мои друзья мессии поклониться. И волк, волк, говорит. Ну что ж, ну что ж, прощай. Не трепей, волк. Только ты говоришь, туда идите. На волк, волк, покажи рукой. А чтобы мне не на книжниках. Туда сейчас же вы идите. Жалко там верить. Вы идите, да. Ну что ж, прощай. Прощай, идем, друзья. И вы вокруг Ирода уходите. А Ирод проходит на центр этого. Вы ушли. Слышите волк, вы? Оставайся. Ирод остается и говорит. Глупцы, он слабо не достоин. Какой спаситель? Власть моя. Он для народа не отнимет. И крошки хлеба у меня. Что мне народ? Пускай погляднет. Хоть весь он. Мне не будет жаль. И в этом мире безграничном я буду полновластный царь. Лучше я придумала план отличный. Пускай расскажут лишь волшивы. Волхвы. Где мне найти того младенца? Пошли ему я не дарык. А нос вонсенный прямо в сердце. Ах, снова это был в груди. Ее я выдержать не в силах. Все, молодец. Хорошо? Можно ли с кем-то разговаривать от готовности? Только единственное, единственное, она зрителям рассказывает. Ты это, только не торопись, тоже начала торопиться. Видишь, у тебя уже проглотились хвы. Все. От того, что ты спешишь. Говори, никуда не торопись. Концерт маленький. Пусть мы его растянем паузами. Все, и ты уходишь. Все, уходишь, и последние опять доходят волхвы. И вы говорите, смотрите, наша впереди звезда уже остановилась. На звезду показывайте. Звезда-то здесь будет, мы стульчик поставим, она стоит. За нею шли мы очень долго, трудна была дорога та. Но мы уцелили, слава Богу, у двери вечного креста. Все, после этого все выходят, и мы поем песню. Вечного креста. Балтуши, Балтуши. Это вы сейчас подходите и говорите. Тише, уже запели, нам надо идти. Все, садитесь. Сейчас. Я песню, Лев, у тебя почта есть? На как-то бери. Я тебе скину это, ты мне адрес пришли, свой электронный, ладно, или Ксюша? Впрочем, вы маме не скинете. Ну или маме, поищу, кто-то у меня был. Я скину минусовки, чтобы вы дома репетировали, раз мы не есть ничего. И это, слова, это, слова я вам раздам после службы. Какие песни? Небо и земля мы калярки споем без нудки. Споем песню Ангела, которая на Бетховена. По любви Творца Вселенной. Так, пусть нить Рождества никогда не прервется. Мы пели в 2008 году. Пусть нить Рождества никогда не прервется. Пусть радости мирно наполняют сердца. Спаси. Не помните? Нет, вообще нет. Восемь день рождения Спасителя Христа. Я, у вас почта есть, я тоже скину, чтобы вы ее слышали. Или забейте, сегодня день рождения Спасителя Христа песня. Или фонсап не получится? Песню, нет, вы сами в поисковике найдете в интернете. Я вам раздам слова, чтобы вы получили. Мы сейчас после службы, может быть, еще у меня есть минутовка, попробуем ее спеть. Все, пойдемте, уже служба началась. Полина, не причащайся с сегодняшним, что-то хорошо в плане. А это будет процесс. А что, ты не будешь? А что, ты не будешь? Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящие волю. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресны в веки веков Аминь. Благослови душе моя Господа. Благослови душе моя Господа. Благослови душе моя Господа. Благослови душе моей Господа. Слава, Отцу и Сыну и Святого, имени и пресны в веке веков. Аминь. Главное, Сыну и Святому Духу, хвали. Душа моя, Господа, вас, молю, Господа, в животе моем, ой, Богу моему, да, он где же есть. Не надейтесь на, князя, на, сыны человеческие, в нежене спасения. Из иди, Духи, Дое, возвратиться в землю свою, в твой день погибнут все помышления Его. Блажен, милу живу, клякать, помощник идут, упование города, Господа, Бога своего. Сотворшему небо и землю, море сияжем них, роняющего истину век, творящего с утопительным, дающего печал чужим. Господь решит таково мне, Господь умудряет слепцы, Господь возводит незрежимое, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, силы их даму приемет, и путь вешеных погубит. Влад Царица, Господь вовек, Бог красенем род и род, имени Брисуя и во веки веков, аминь. Единородный сенец, злой Божий бессмертенцы, и изволенный спасение наше гурадит. Воплотитесь, святые Богородицы, и пресной Девы Марии, непреложного человечивейся, размыся же, крестья Божий, смертью смерть поправы. Единцы, святые Троицы, расплавляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Мать и мать и миром, Господу помолимся. Господи помилуй, Господи, благослови нас, Боже, Твоей и благодатью. Господи помилуй, и чистую, и благословенную, и славную, Владисию Сына, Богородицу, Христа Деву Марию, со всеми святыми поминувшей, сами себе, друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Сыне Господи, Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok